4 апреля 2020 года, номер 53-349-Р, об утверждении порядка работы Ачинского городского совета депутатов, при введении ограничительных мероприятий, связанных с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний, заседание постоянной комиссии по финансам проводится дистанционно в режиме видеоконференц-связи с использованием программного средства Zoom с обязательной аудиофиксацией. Голосования по рассматриваемым вопросам принимаются путем поименного голосования без использования электронной системы подсчета голосов. Для этого после объявления голосования будут поочередно названы фамилии депутатов, а депутат, фамилия которого названа, заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу «за», «против» или «воздержался». Согласно положению о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов, утвержденному решением Ачинского городского совета депутатов от 25 сентября 2015 года номер 2-4Р, в состав постоянной комиссии по финансовому бюджету, налоговой политике и собственности входит 16 депутатов. Присутствует 14, отсутствует 2. Таким образом, кворум для заседания комиссии имеется. На повестке дня у нас вопрос о соответствии проекта решения о бюджете города Ачинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и приложенных к нему документах положению о бюджетном процессе в городе Ачинске, утвержденному решением Ачинского городского совета депутатов от 30 января 2009 года номер 46-360-Р о бюджетном процессе в городе Ачинске. Какие будут предложения по повестке дня? Предлагаю утвергить повестку. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство отчисла депутатов, присутствующих на комиссии. Уважаемые депутаты, предлагаю, чтобы фамилии зачитывала Татьяна Владимировна. Нет возражений. Хорошо, приступим к голосованию. Спасибо. Вавилова. По повестке. По повестке. Вавилова. Решение ваше какое? За? Ирина Владимировна. За. Куранов. За. Горшунов. За. Гребенюк. Борис Иванович. За повестку голосуем. Борис Иванович. Вернемся к нему. Иванов. За. Веселева. За. Кузнецов. За. Куликов. За. Лок. За. Сусанина. За. Докторев. За. Хлыстова. За. Чернышенко. За. Шпаков. За. Борис Иванович. Слышите меня? Так. Борис Иванович. Ну что ж. Для принятия решения кворум имеется. Ирина Владимировна. По повестку голосуем. Ваше решение, Борис Иванович. Я за. За. Все. Чернышенко просто. Спасибо. Ирина Владимировна. 14 за. Единогласно. Хорошо. Идем дальше. Другие предложения по повестке дня будут? Если нет предложений, повестка дня утверждается. Переходим к рассмотрению вопроса по повестке заседания. Начальник организационно-правового отдела аппарата Ачинского городского совета депутатов Моисеева Татьяна Владимировна доложит нам о соответствии направленного в Ачинский городской совет депутатов проекта решения о бюджете города Ачинска на 21 год и плановый период 2022-2023 годов и приложенных к нему документов положению о бюджетном процессе в городе Ачинске. Утвержденному решением Ачинского городского совета депутатов от 30 января 2009 года номер 46-360-R о бюджетном процессе в городе Ачинске. Прошу вас, Татьяна Владимировна. Спасибо. 3 ноября 2020 года администрации города Ачинска в Ачинский городской совет депутатов внесен проект решения городского совета депутатов о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Статьей 43 положения о бюджетном процессе в городе Ачинске, утвержденного решением городского совета, определен перечень документов и материалов, которые должны быть представлены в Ачинский городской совет депутатов одновременно с проектом решения о бюджете. Все документы, указанные в этом перечне администрации города, представлены в полном объеме и соответствуют требованиям положения о бюджетном процессе в городе Ачинске. Статьей 47 положения о бюджетном процессе установлены предметы первого и второго чтения при рассмотрении проекта решения о городском бюджете. Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом и втором чтениях включает в себя обсуждение прогноза социально-экономического развития города на три года и основных направлений бюджета и налоговой политики города, обсуждение и утверждение основных характеристик бюджета города, а именно доходы и расходы бюджета города, дефицит-профицит бюджета, источники финансирования дефицита-профицита, Текстовые статьи проекта решения о бюджете города, перечень главных администраторов доходов бюджета города, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, программу муниципальных внутренних заимствований города, программу муниципальных гарантий города Ачинска в валюте Российской Федерации, перечень строек и объектов, бюджетное ассигнование на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и источники финансирования дефицита бюджета города. В соответствии со статьей 45 бюджетного процесса сейчас вашей комиссии необходимо дать заключение о соответствии представленных документов и материалов к положению о бюджетном процессе города Ачинска и направить это заключение председателю городского совета депутатов. У меня по докладу все, но дополнительно немножечко поясню на будущее, какой этап работы нас ждет. После заседания сегодняшней комиссии о принятии заключения по проекту решения далее, мы 17 ноября собираемся совместно все четыре комиссии для обсуждения бюджета первого чтения. 23 ноября комиссия по финансам предлагает рассмотреть проект в первом чтении на сессии. 25 ноября состоится сессия по принятию и рассмотрению бюджета в первом чтении. 1 декабря собираются опять все четыре комиссии для обсуждения проекта решения второго чтения, а 4 декабря рассматриваем и принимаем проект во втором чтении. У меня все. Спасибо. Ирина Владимировна, коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. Какие будут предложения? Голосова. Предложений тоже нет. Хотелось Азериденко Владимир Николаевич, он хотел что-то объявить. Пожалуйста. Ирина Владимировна, я не объявить, я обращаюсь к депутатам, к депутатскому корпусу от фракции «Справедливая Россия». Я понимаю, по ситуации сегодняшней с пандемией в городе, я понимаю, что больницы являются у нас краевыми учреждениями, но ситуация очень сложная и, на мой взгляд, горсовет не может оставаться в стороне от этого. Нам надо каким-то образом провести какую-то комиссию с привлечением главврачей, скорее всего, Третьякова и Лебедева, для того, чтобы выработать общее решение, может быть, каким-то образом город может помогать. Что каким образом в сложившейся ситуации мы можем помочь врачам и городу. Потому что, ну вот знаем сегодня, люди звонят, что нет кислорода, нет каких-то препаратов или еще что-то. Но для того, чтобы горожане и город мог помочь врачам, нам надо понимать, что и как мы можем помочь. Поэтому, на мой взгляд, давайте проведем какое-то заявление, обращение. На телевидение сегодня идет много. Люди просто, ну, в отчаянном порой положении. Давайте каким образом бы нам провести в формате. Но только не откладывая, потому что ситуация обостряется. Может быть, на следующей неделе комиссию какую-то. Да, предложение действительно хорошее. Ну, давайте будем предлагать по дате. Давайте. Не откладывая, думаю, это надо понедельник уже в долгий ящик действительно откладывать не надо. Девятое, это всех устроит? И какую комиссию? Девятое, уважаемые. Этого устроят всех. Надо приглашать Лебедева и Третьякова. Могут они на 9, могут надавать. Девятого. А с вопросом комиссия есть. Смотрите, аппарат этим займется, определится по дате с главврачами и нам об этом сообщит. Хорошо, хорошо. И они подготовятся успеем. Что, Борис Анатольевич? Подготовить вопрос успеем. Хорошо. Подготовить информацию. Хорошо, я, Ирина Владимировна, вам сообщу о том, какую дату нам предложат Третьяков и Лебедев. Может, им неудобно понедельник, вторник там поспорить.